Вейпы Вейпы Главным их преимуществом являлась доступность. Их может купить кто угодно и где угодно. Они разноцветные, ароматизированные и кажутся безобидными. До недавнего времени любой школьник мог легко купить вейп. Если раньше подростки баловались сигаретами, то сейчас модно парить вейпы и одноразовые устройства. Я не курю, я парю. А что хорошего в том, что ты паришь. Для юности без вейпов это социальный проект. Задачи основные мы поставили. Первая работа с продавцами специализированных вейп-шопов и торговых точек. Второй компонент это образовательный для преподавателей школ, училищ и для самих детей. И третий компонент это конечно работа наша с государственными органами, негосударственными учреждениями. Потому что мы понимаем, что это проблема общая. Беда это общая детский и подростковый вейпинг. И здесь конечно необходима включенность многих участников. Но все-таки нам удалось в 2023 году провести очень много рейдов по вейп-точкам. Все эти вейп-точки расположены рядом вузами, колледжами, школами. Легкая доступность, ценовая барьера. От полтора тысячи начиная и выше пошло. Вот сегодняшний закон вступает в силу. Вейповая продукция в Казахстане у нас полностью практически. Реализация запрещена. Ее продукцию, думаю, больше не будет продавать. Надеемся. Организации такого рода занимаются очень важным делом. И конечно не без помощи крупных табачных компаний. Ну а что им еще остается? Люди, курящие вейпы, часто не знают, что на самом деле потребляют. Это особенно опасно для подростков. Ведь неизвестно, как вейпы влияют на их развивающийся организм и мозг. Были случаи детальных исходов и серьезных проблем с дыхательными путями. Однако на сегодня проведено недостаточно исследований, чтобы однозначно утверждать о вреде вейпов. Сигаретный дым образуется при сжигании табака, к которому добавляются химикаты от расходных материалов и фильтра. Дым от вейпа появляется при нагревании жидкости. На вопрос, что содержится в электронных сигаретах и вейпах, эксперты не могут дать точный ответ. Ингредиенты в вейпах могут сильно варьироваться, а информация на этикетках часто не точная или отсутствует. Но теперь вейпы начинают исчезать с прилавков магазинов в Казахстане. Причиной послужил закон, запрещающий их продажу, реализацию и ввоз в страну. Видео о том, что вейпы, они в принципе в Казахстане запрещены теперь. Было внесено изменение именно в уголовный кодекс. В уголовном кодексе у нас теперь появилась такая статья 300, прима 1, в котором сказано, что оборот вейпов, он в Казахстане в принципе запрещен. Но под каждый квалифицирующий признак у нас отдельно установлены санкции. По части 1, это продажа и распространение, у нас установлен штраф именно в размере 200 месячных расчетных показателей. Что касается по части 2, ввоза и производства вейпов, то тут штраф уже более серьезный. Он 2000 месячных расчетных показателей устанавливает. Но многие люди продолжают искать альтернативы, возвращаясь к использованию нагревательных табачных систем. Взять, к примеру, Plum, один из наиболее популярных устройств. Девайс отличается компактностью и стильным дизайном. Вместо жидкости используется специальный табачный стикер. Он нагревается до температуры, при которой происходит выделение никотина без горания табака. Это снижает количество вредных химических веществ. Но несмотря на то, что нагревательные табачные системы могут быть менее вредными по сравнению с обычными сигаретами, они все же содержат никотин и другие вредные вещества. Будем надеяться, что с новым законом мы придем к более здоровому обществу. Пишите в комментариях, что думаете о новом законе и повлияет ли запрет на развитие черного рынка. Помните, курение – это личный выбор каждого, и только вам решать, как относиться к своему здоровью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!